Здравствуйте, в эфире программа 7 минут. Сегодня о региональном центре здоровья при областной клинической больнице. У нас в гостях заведующая этого центра Юлия Масевнина. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как давно работает центр и зачем он был создан? Наш центр здоровья, который находится на базе областной больницы, открыт был в 2009 году в рамках приоритетного национального проекта здоровья. Таких центров здоровья было открыто изначально 4. В настоящее время их функционирует 7. Это наш центр здоровья, детский центр здоровья на базе областной консультативной детской поликлиники, также Сассово, Скопин, Ряжск, Шилово, Горд Касимов. Основными целями наших центров является формирование здорового образа жизни и выявление факторов риска хронических и неинфекционных заболеваний, таких как сахарный диабет, бронхиальная астма, гипертоническая болезнь и как следствие развития инфарктов, инсультов, то есть выявление на ранней стадии. Какие виды обследований вы проводите? Наш центр здоровья, значит, обследование в центре здоровья включает в себя два этапа. Это компьютерное обследование и консультация врача-специалиста. К компьютерному обследованию относятся, значит, сначала мы измеряем рост вес, мы определяем индекс массы тела, конечно, измеряем артериальное давление. В дальнейшем мы определяем функцию легких, это определяем жизненную емкость легких, возраст легких, очень информативно для товарищей курильщиков, потому что, как правило, возраст легких у них гораздо старше, чем биологический. Помимо этого, курильщикам мы проводим обследование для выявления уровня угарного газа в выдыхаемом воздухе. Тоже очень показательно, то есть можно посмотреть, какой курильщик. Бывает мало курит, а бывает злостный курильщик. Потом проводим скрининговое обследование функций сердца, кардиовизор. И пациент может увидеть на экране свое сердце в схематическом изображении. Там мы смотрим, как кровоснабжается сердце, есть ли участки гипоксии, которые в дальнейшем, конечно, могут привести к нехорошим последствиям. Тот же инфаркт миокарда. Следующим обследованием – это экспресс-анализ на определение глюкозы, холестерина крови. Человек в течение двух минут может узнать свой уровень сахара и холестерина крови. Потом мы смотрим насыщение кислородом крови, определение внутриглазного давления. Если пациент имеет избыточную массу тела, то ему проводится биомпедансметрия. То есть это определение состава тела, то есть расщепление на жировую, мышечную ткань и воду. За счет чего идет избыточный вес. А какие кабинеты у вас существуют? Если человек, например, захотел бросить курить, посмотрел, какие у него легкие, как-то вы ему можете помочь в центре здоровья? Да, в нашем центре здоровья сначала, как я уже сказала, проводится первый этап – это скрининговое обследование. В дальнейшем пациент проходит консультацию врача-специалиста центра здоровья, который с ним проводит беседу, дает ему рекомендации по ведению здорового образа жизни, правильному питанию, двигательной активности, а также, если необходимо, то по отказу от курения и, допустим, приема алкоголя. Помимо врача-специалиста центра здоровья у нас работает психиатр-нарколог, который также могут оказать квалифицированную помощь в данных вопросах. Помимо этого кабинета у нас еще есть зал ЛФК, который рекомендуем посещать, и пациенты приходят и занимаются у нас на тренажерах. А если в процессе обследования выясняется, что человеку требуется специализированная помощь, то куда вы его направляете? Значит, если человек прошел обследование, и у него не выявлено никаких вообще патологий, то мы ему рекомендуем прийти через год, чтобы не пропустить какое-то отклонение в своем организме. Если выявляется что-то не очень серьезное, то мы сначала смотрит его специалист, наш центр здоровья дает ему рекомендации, чтобы он пришел к нам в течение трех месяцев, полугода, чтобы мы проконтролировали, как он справился с этими изменениями, введя здоровый образ жизни. Но если выявлено что-то серьезное, то, конечно, мы рекомендуем пройти более углубленное обследование, это либо ЭКГ, либо УЗИ сердца, и, конечно, консультация узкого специалиста, кардиолога, пульмонолога, эндокринолога, то есть что вот, как ему нужно будет. А на какие возрастные категории рассчитана программа? В настоящий момент мы принимаем всех желающих пациентов, то есть независимо от пола, возраста. Единственное только, что в нашем центре здоровья наблюдаются пациенты от 18 лет. То есть младше 18 лет – это детский центр здоровья, который на базе областной детской консультативной поликлиники. Вы работаете уже где-то 4,5 года. Скажите, увеличивается количество пациентов ежегодно или вот как наоборот? Да, за 4,5 года в наш центр здоровья посетили уже более 19 тысяч человек. С каждым годом количество их увеличивается. Но есть такие у нас активисты, которые регулярно, раз в год хотя бы посещают наш центр здоровья. Уже вот в этом году 4 раза они уже были в нашем центре. А больше молодежи или бабушек? Ну, конечно, пенсионеры более активны в этом плане, потому что молодежь у нас пока еще занимается больше вопросами работы и не очень хочется обращаться в такие заведения. Поэтому пенсионеры более следят за своим здоровьем. В летнее время вы выезжаете с профилактическими осмотрами в район области. Расскажите о проделанной работе за прошедшие годы и о планах на 2014 год. Ну, наш центр здоровья, наверное, как и остальные, мы участвовали в автопоезд. Вот это был забота и здоровье, который был по всей Рязанской области. В прошлом году это было летнее время. В настоящем году мы пока еще точно не можем знать, когда стартует эта акция. Единственное, что вот в апреле месяце наш центр здоровья начинает свою работу в Захаровский район, по-видимому, обследовать население Захаровского района. Какие самые распространенные рекомендации вы даете своим пациентам? Ну, основными, конечно, рекомендациями является это ведение здорового образа жизни, что включает в себя правильное питание, двигательная активность, отказ от приема алкоголя, употребление табака. Какие акции вы проводите? В этом году уже пятый год совместно с Центром медицинской профилактики мы будем участвовать в акции 31 мая «Лет без табачного дыма». В эту акцию, как обычно, к нам приходят, проводим его либо на базе торгового центра «Малина», либо на базе другого какого-то торгового центра, когда мы проводим комплексное обследование и рекомендуем пациентам отказаться от курения на какое-то там на 3 месяца, к примеру. И через 3 месяца они приходят повторно. Мы смотрим, отказался он от курения или нет. Обмануть, конечно, нас очень проблематично, потому что анализы все у нас это покажут. И в результате те, кто на самом деле бросили курить, они получают ценные подарки. В прошлом году это были и сертификаты в бассейн, в тренажерные залы. То есть очень такая у нас была грандиозная акция. Помимо этого еще был в прошлом году старт новых акций по правильному питанию, подвигательной активности. Я думаю, что в этом году все мы это будем активно продолжать. В завершение нашей встречи давайте напомним нашим телезрителям, как и в какое время можно посетить Центр здоровья при ОКБ. Мы работаем каждый день с понедельника по пятницу. Записаться к нам по телефону может любой желающий. Телефон у нас 36 95 00. Вас запишут на определенное время. Вы придете, обследуетесь. Обследование проводится абсолютно бесплатно. Самое главное при себе иметь полис, паспорт и пенсионное пластиковое удостоверение от ОЦНИЛС. Спасибо, что к нам сегодня пришли. На этом наша программа подошла к концу. Берегите свое здоровье. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова